всем привет с вами кириллов вы на канале кирилл ким и сегодня будет новое видео по поводу мазинга появилось много новой информации я думаю который многие не знают будет информация счет номеров получается что с ними будет добавить регион там и так далее об этом я сегодня все расскажу также будет ответ от руководителя проекта это очень важно поэтому пацаны ставьте лайки подписывайтесь на канал и смотрите видео от начала и до конца желаю всем приятного просмотра и так давайте думал еще узнать из чего с переноса аккаунтов что вообще можете принести вы можете привести автомобиль и их номера личные фиральные промо-коды дополнительные слоты автомобиля это получается то что вы можете принести на самом деле здесь очень большой список здесь на все кредиты и цвета оружия там и так далее короче много всего хотя вчера этого не было я вам скажу честно я заходил смотрел и вчера этого не было то есть почти каждый час они добавляют что-то новое вчера вообще было мало как-то пунктов здесь до перенос автомобиля был но я кстати этого не знал когда записывал предыдущие видео кто кстати не смотрел предыдущие видео обязательно посмотрите там некоторые писали типа вот ты дурак посмотри информацию официальной группе но вы не понимаете то что видео я выложу получается в 10 часов по мск а пост который в официальной группе вышел 7 часов утра сегодня поэтому не пишите глупые вещи посмотрите на дату и время выхода видео а потом уже пишите такие тупые комментарии я думаю сейчас у многих типа возникли вопросы типа чё а как перенесут машины типа номера но машины в принципе понятно в этом ничего такого нету а вот номера на каждом серваке есть одинаковые номера я думаю вы это прекрасно понимаете и типа блин чё будет типа добавят регионы или чё нет пацаны регионы не добавят можете не переживать потому что многие вчера переживали на счет того что добавят регионы и номера обесценится то есть как-то радбире есть регионы и на радбире номера стоят там по 2 миллиона по 500 тысяч фулблат на мазинге регионов нету и фулблат стоит очень много денег потому что такие номера всего лишь одни на сервере до номера будут перенесы на сервак но пацаны у вас они не останутся у вас будет писаться черточка и сервак с которого вы перенесли номер то есть допустим там 3 в 3 восьмерки будет нижнее прочеркивание и написано 7 сервак и получается это сделать для того чтобы руководство знали из какого сервак эти номера перенеслись и потом через время у вас заберут эти номера и просто дадут вам компенсацию вот и все то есть номера вы не сможете себе оставить до вас они будут там пару дней но потом вас их просто заберут и получается дадут компенсацию все то есть насчет регионов можете не переживать но насчет тех кто переносит аккаунты пацаны я вам реально сочувствую кстати да перевод бесплатные если что хоть что-то нехорошее сделала я считаю то что хотя бы перевод бесплатный я бы естественно охуел если был бы период даже платный это было бы реально жестко просто Но я думаю, насчёт переноса аккаунтов я всё объяснил, и насчёт номеров тоже я всё объяснил. Давайте теперь услышим ответ от разработчика данного проекта. Завтра уже серверов не будет. Я вам так скажу, сервера будут работать ещё минимум две недели. Минимум две недели сервера ещё будут работать. Минимум. Хорошо, не две, минимум семь дней. Давайте так, вот что, прям стопроцентно. Пипец. Вот пипец. Я не понимаю, как можно быть вот такими странными ребятами? Нигде ничего не пишут, вы, блядь, сами же создаёте слухи. Один долбоёб сказал, второй долбоёб подхватил, и всё, и пошло-поехало. И это не регионы, это временное решение, чтобы нам потом было проще отслеживать, с какого сервера эти номера. Потом мы кое-что придумаем, и, так скажем, возместим людям, у которых были такие крутые номера, и которые перевели аккаунт. Это временно, это не значит, что постоянно так будет. Я не понимаю, почему это непонятно. Итак, вот вы как бы увидели ответ от руководителя, именно от Рудольфа. Честно, мне этот ответ не особо понравился, потому что, как бы да, они оставят номера, получается, они их перенесут. Но перенесут их на время, и потом у владельцев эти номера просто-напросто заберут, выпишут им какую-то компенсацию. Но я не думаю, что они будут возвращать полную сумму. Допустим, представить ситуацию, пацан играет на седьмом сервере, и он купил фуллбат, получается, 20 миллионов. Ему переносят этот номер на сервер, и они хотят сказать то, что они будут возвращать полную сумму. Мне как-то в это очень трудно вериться. Даже, допустим, они вернут полную сумму за номер, эти 20 миллионов. Но если этот человек придется на первый сервер и попробует купить этот номер, он будет просто в 5 раз дороже, чем он стоил на седьмом сервере. Они не учитывают просто экономику других серверов. На первом, на втором, на третьем, на четвертом сервере совсем другая экономика, чем на пятом, шестом и седьмом. И они это прекрасно знают и понимают, но почему-то они об этом вообще не думают. Серьезно, они об этом вообще не думают. И мне вот очень интересно, как они будут делать эту компенсацию. Да, возможно, они там сделают в 2 раза больше типа денег вам дадут, что мне очень трудно верится. Также мне интересно, как они будут возвращать деньги тем, которые покупали, допустим, номера. За донат. Как они будут им делать компенсацию? Они типа будут им донат возвращать или что они будут делать? Да, вы можете там перенести свою машину любимую. Вы можете перенести номера. Но это будет ненадолго. Да, машину вы, конечно, сможете оставить. Там, допустим, у вас Bugatti, либо RS, либо М3. Да, это все хорошо. В этом они в плане красавчики. То, что они хотя бы дали возможность перенести людям машины. Потому что, возможно, у кого-то есть какая-то любимая машина с большим пробегом. И он не хотел с ней прощаться. И теперь он сможет ее перенести просто на другой сервак. И она будет вместе с ним. Что делать тем, у кого компания, у кого бизнес, у кого фома на седьмом, на пятом, на шестом серваке. Вот что им делать? То есть вы хотите сказать то, что вы дадите им компенсацию? Я в это реально очень сложно верю. Я повторюсь, пацаны, я не хейтер Амазинга, я люблю данный проект, я играю на нем 4 года. И я жду очень глобальное обновление. Но то, что они сейчас сделают, я считаю, это очень неправильно. Да, они писали о том, что если они закроют сервера, потом сделают просто больше слотов. Я об этом тоже говорил в предыдущем видео. Да, это все понятно, но, блин, если бы они хотя бы могли как-то хорошо компенсировать людям то, что они потеряли, у меня бы вообще к ним не было вопросов. Но мне трудно вериться то, что, допустим, у человека было там имущество на 100 миллионов, и они эти 100 миллионов ему просто-напросто возьмут и вернут. И еще сверху немного денег дадут. Вы серьезно? Типа, я в это очень сложно верю. Я надеюсь все-таки на то, что они дадут хорошую компенсацию людям, потому что они этого заслужили. Пусть им дадут хотя бы в 2 раза больше денег, сколько они потеряли. Я только за них буду рад, потому что я лично не хотел бы оказаться в такой ситуации. Я даже не знаю, что бы я делал. Потому что у меня самого на первом серваке, допустим, 10 машин, есть бизнес, есть фума. И оказаться на месте людей, которые на пятом, шестом и седьмом серваке, я просто себе даже представить не могу. Еще раз хотел бы выразить свое сочувствие вам, кто играет на пятом, шестом серваке. Да, возможно, как бы это решение для них будет хорошее. Возможно, после этого проект как бы поднимется по онлайну, и вообще глобальное обновление выведет Амазинка в новый уровень. Но то, что люди потеряли свое имущество, это реально очень плохо. И многие могут просто-напросто уйти, и мы потеряем как бы людей, мы потеряем игроков, которые просто психанут, либо уйдут из КРМП, либо перейдут просто на другой проект. Поэтому в этом тоже нужно задуматься. Все, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok